Боевики активно подтягивают танки и артиллерию. Наблюдатели ОБСЕ заметили 36 танков на Светлодарском направлении, 5 гаубиц в районе оккупированного Докучаевска и еще 10 танков в самом Донецке. Кроме этого, минометы и арт-системы под Калиновкой. Все это свидетельствует об игнорировании международного законодательства, о запрете размещения тяжелой военной техники в черте населенных пунктов, а также нарушает минские договоренности. Армейцы говорят, в таких случаях юмор помогает. Военный УАЗик несется по бездорожью вдоль линии соприкосновения. И смертоносный сюрприз может прилететь в любой момент. На днях в этой местности оккупанты из противотанкового комплекса расстреляли броневик с военным медиком. Нулевая позиция украинских военных в районе Катериновки. Из окопов видны укрепления противника. Можно даже рассмотреть флаг боевиков. Бойцы говорят, враг здесь немного угомонился, но это ненадолго. Солдаты отмечают, боевые действия усиливаются. На часах полдень. В это время по соседним позициям уже работает вражеская артиллерия. Ветви деревьев и кустарников скошены пулями. Солдаты говорят, зачастую отвечать на вражеский огонь приходится. Пехотного вооружения достаточно. Получив ответ, боевики, как правило, идут снимать стресс. Расстояние до противника отсюда настолько короткое, что наши солдаты иногда даже слышат, как захмелевшие сепаратисты поют песни. Да, говорят, мы пьем, вас запрошуем. Червоную колыну спевали нам. У командира этой позиции не умолкает телефон. Сегодня ему исполнилось 28. Поздравляют побратимы, знакомые. Но этого звонка он ждал особенно. Жена звонит. Именинник обещает, что так и будет. Говорит, не зря же командование его роту называет самураями. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. С Луганщины. Подробности телеканал Интер.